Итак, у нас сегодня открывается замечательный эмоциональный директор Макса Авадича Берштейна. Не судите нас сроку за экспозицию, мы и с Аней, тему путешествий, такой коллегоскоп того, что он видел в разных местах, вот он увидел, рисовал. Поэтому, может быть, это немножко пестровато, но все равно нам кажется, что это интересно и хорошо. Вот, поэтому я вас всех поздравляю. И Анечке слава, как и с тобой. Спасибо. Спасибо. Мне все здорово. А так слышно. Я очень счастлива и очень благодарна Вадиму, владельцу этой прекрасной галереи, за возможность выставить такие чудесные работы у моего папы. У него абсолютно вкус, глаз замечательный. И он выбрал, он выбрал именно такую коллекцию путешественников, которая отражена в книжках, которая в последнее время в чатах «Гэдзасы». И эти картины замечательные. Я так счастлива, что вот Пафельное путешествие, его любовь к писанию с натуры, он все время ездил с этюдником. Ну, почти до конца он ездил, там, последние работы с 95-го года. И начиная с 56-го года, вот это путешествие, полупрагосветка в Калининград, Владивосток тоже здесь отражена. И я счастлива, что вы, которым очень благодарны, что вы пришли сюда, все это видите. Спасибо всем, что вы здесь и видите эти прекрасные картины. Спасибо. Ура! Я вас поздравляю, вы представляете хорошую работу. И вам спасибо, на другой стороне. Далеко не всегда сейчас экспонируются работы художников разных поколений, тем более поколения Макса. Наша страна стала таким капиталистическим стандартом. Мы все живем по фасону. Принято делать одно. Я в этом участвую, в этом процессе. Вернее, я был одним из основателей этого ужасного, чудовищного процесса. И теперь выставляется только то, что модно, и только то, что нужно, и то, что будет иметь несомненный резонанс мгновенно по каким-то особым к искусству не относящимся правилам. Здесь же выставлены работы собственно художественные, которые вовсе не встраиваются в моду, в фасон, в тренд, в концепцию, в тенденцию, бог его знает во что, а просто художнику был дан дар живописца, была дана потрясающая энергия и возможность делать свое дело, делать его максимально честно, учиться у хороших учителей, воспринимать хорошую традицию, трансформировать эту традицию, развивать ее и делать так, как бог на душу положил. Это замечательно и замечательно, что остаются ценители, которые находят в этом прелесть и достоинство и ценность, вне аукционов, вне громких шумных пермиссажей. Слава богу, жалко, что Макса нет с нами, слава богу, что мы видим и имеем эти работы, дай бог, чтобы зрителю приходило больше, и вам еще раз спасибо, потому что это замечательный, собственно, культурный жест организации вот таких мест. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Аня, Аня, Аня. Я отношусь к тем людям и к тем художникам, которые безмерно любили Макса Ваевича, потому что Макс Ваевич был таким удивительным человеком, потому что он замечательный, талантливый художник, он живописец, сохранившийся вот до наших дней, таким образом, что, глядя на его вещи, можно вспоминать, я Смёркин, вот люди просто сказали о хороших учителях, я думаю, что имя Смёркина надо назвать, потому что вот эти традиции, традиции заложенные, живописные традиции, заложенные в начале, в середине прошлого века, вот Макс Ваевич, он эти традиции очень крепко пронёс, причём без особого напряжения, он был человеком великодушным, щедрым, и как живописец, и по отношению к своим друзьям, и к младшим друзьям. Вот и Лёня Бажанов, который сейчас говорил, я считаю, что Лёня тоже был в числе друзей Макс Ваевича, младших друзей. А комплимент мне хочет сказать Анечке, потому что бывают такие семьи, где вот такая традиция художественная, она передаётся с поколения в поколение, но вот удивительная любовь Ани к своим родителям, она таким образом нам предлагается как некоторая схема доброго и хорошего отношения такого человеческого состояния внутри семьи, внутри сообщества, внутри товарищей. Мне кажется, что вот Аня унаследовала от Макса Ваевича то бесценное качество, качество доброты, качество порядочности. И этих качеств их в то время было очень мало, а сейчас их ещё становится меньше. Вот Аня редкий человек, который эти качества приносит, и я думаю, что она эти качества принесла вот в эту замечательную галерее, потому что вот я был уже в этой галерее несколько раз, и здесь выставки проходят очень интересные, разные. И в данном случае, что выставка Макса Ваевича, она с собой, может я не стану строго судить экспозицию этой выставки, но вещи здесь сами по себе, каждая вещь, она сама по себе воспринимается безотносительно экспозиции. Вот там есть этюд «Две женские фигуры», просто он, может быть, не такой эффектный, но как вот это состояние, что такое жилпись, по этому этюду можно вполне судить. Это сорок сорок какого-то года, сороковых годов, это студенческая, может быть, и вещь. Это, видимо, вот то время, когда Макс Ваевич общался с Никичем, был такой еще замечательный тоже в отписке. Я думаю, что надо вспомнить хороших художников сейчас. И вот Никич был тоже хорошим художником, он и сохранился, но просто Макс Ваевич мне ближе, ближе и по-человечески, и ближе, так сказать, по состоянию понимания искусства, как он понимал искусство, как он понимал живопись. И с ним интересно было всегда беседовать. И это были не назидательные беседы, они были всегда очень такие приятные, веселые. И мне приходилось с ним ездить в некоторые путешествия. И вот эта его излюбленная фраза, которая, кто по Максу Ваевичу, вот этот маленький бокал, он в данном случае у меня большой бокал, но через еще большим чувством я пью за Макса Ваевича, за Инну Ватолину, за Анечку, за Машеньку. Вот эта замечательная семья, я думаю, что она достойна того, чтобы на них смотреть и равняться, равняться вот таким вот образом, что жизнь наша не только зависит, жизнь художественная, я имею в виду, она зависит не только от выставок, она еще зависит непосредственно от общения, от душевного, теплого, хорошего, от умного общения, я так сказал, вот такого интеллигентного общения, что естественно, что несет Анна. Вот эти многочисленные книжки, которые у нас есть, все книжки, вот еще одна издается, вот Анечка молодец, что она издает книжки о папе, издает книжки о маме, это все очень хорошо, и дай Бог, чтобы в этой галерее, чтобы эта галерея приносила радость не только хозяину галереи, но также и художнику, который сюда приходит. Анечка, всегда моя дорогая. Кипра!